Всем привет! Меня зовут Марина. А меня зовут Алексей. И мы родители четверняшек! Дорогие наши подписчики, я знаю, точно вас интересуют такие вопросы. Как мы забеременели? Какая у нас была реакция? Как я носила эту беременность? Как мы родили деток? И реакция всех окружающих и наша новость, что у нас четверняшки. Мы приняли решение записать для вас это видео. Так что запасайтесь пряниками, делайте чаек. История будет интересной, где-то веселой, может быть, где-то и грустной. Мы с Лешей приняли решение завести ребенка. Мы очень мечтали о том, чтобы у нас была дочка. Мы даже придумали ей имя. Имя это Наоми. Мы начали над этим работать. Новости не заставили себя долго ждать. Буквально через месяца-полтора мы узнали о том, что мы уже в положении. Записались на первое УЗИ, посетив доктора. Это был самый обыкновенный гинеколог в поликлинике по месту жительства. И я узнала о том, что у нас будет тройня. Это на первом УЗИ, так было видно. Срок был маленький, где-то, может быть, недельки-полторы. И было очень четко видно, что там тройня. Шок был очень большой, потому что мы не ожидали. У нас нет ни у кого в семье ни близнецом, ни двойнят, тем более уже тройнят. Мы не могли поверить такой новости. Нас переполняли чувства, эмоции, смешанные со страхом, с переживаниями. Много было разных чувств. Мне сказали в этой поликлинике, что так как моя беременность многоплодная и является патологической, мне нужно искать специалиста, который бы ввел эту беременность. Я долго искала, смотрела врачей, которые бы могли меня вести. И мы нашли в другой поликлинике доктора, который принял меня. Это было уже там очередное УЗИ, потому что перед этим мы бегали только одному, только другому. Безрезультатно. Это было уже третье УЗИ у нас, у этого доктора. Она подтвердила нам, что у нас тройня. Записала меня еще на следующий визит через две недели плановый. И мы ждали этого срока, эту дату. В это время мы сообщали своим близким, родственникам, друзьям о новости, что у нас тройня. Ну и вы все всегда спрашиваете, как же они реагировали на нашу новость? Ну все были в шоке. Все были всегда в полном шоке. Расскажи, какая мама реагировала? Ну мама, я получается маме сказал, когда Маринка забеременела, и мы уже знали, что она беременна. Я позвонил маме, говорю, мама, у меня для тебя новость. Мама потом уже, спустя время, рассказывала, что она поняла, что Маринка беременна, и у нас будет ребеночек. А вот позже я ей сказал, мам, у нас будет тройня. Была такая секундная, на 15, может быть 20 тишины трубку, да. И потом она рассмеялась. Рассмеялась, потому что у нее был шок. Но это был шок в форме позитива, можно так сказать. Но это еще не конец, потому что мы же подойдем к той ситуации, когда мы узнали, что у нас будет четверо детей. У моей мамы тоже была такая реакция шоковая. Ну мне кажется, любой человек, любая мама вошла бы в шок, в состояние шока, узнав такую новость. Потому что, конечно же, любой родитель переживает за своего ребенка. Моя мама объяснила это так, что я очень переживаю за то, как ты будешь их носить, как это скажется на твоем здоровье. Будут ли здоровы дети, будешь ли ты здорова. И она очень переживала. Но новости еще продолжаются. Подходит срок следующего УЗИ. Мы с Лешей идем вместе. Тогда как раз был период коронавируса. И Лешу оставляют в коридоре. Не пускают его в кабинет, хотя я очень просила, чтобы он присутствовал, чтобы он участвовал. Но его оставили в коридоре. Я легла на кушетку. Делали, делают мне УЗИ. Я смотрю на лицо доктора. А у него глаза округляются. Потому что под маской видно только глаза. Глаза округляются. Она говорит своей медсестре, призови папу с коридора. Мы будем вместе считать. Здесь четверня. И я в шоке. У меня мороз по коже идет. Я просто вспоминаю эти чувства. Я такая, как четверня? Откуда? Кто положил еще одного? А я сижу в коридоре, ожидаю и смотрю, выбегает доктор. Говорит, вы отец? Я говорю, да, я отец. Пошли. Я говорю, что-то случилось. Она, пошли, пошли. Я иду, получается, захожу. Потому что там один кабинет. И потом во втором кабинете уже делали УЗИ Марине. Захожу во второй кабинет, смотрю на Марину. Ну, она плачет. Я уже, ну, я не знаю, что себе думать, как бы. И думаю, что что-то с детьми может случилось или еще что-то. Доктор говорит, у вас типа четверняшки. У меня сразу улыбка до ушей. Смотрю на Марину. Марина на меня смотрит. У нее слезы. Она плачет. Вот. Боится, как бы. Ну, я тоже, как бы, боялся. И, ну, меня переполняло счастье. На самом деле, я очень был счастлив. Потому что я всегда хотел и мечтал большую-большую семью огромную. Ну, вот мечты и сбылись. Да. И после этого мы уже... После этого мы начали искать еще дополнительно одного доктора. Уже частным образом. Потому что... Хотели немножечко, как бы, подстраховать себя. Да. Лучше, когда нас обследовало там несколько докторов. В нашем как раз случае так и было. Да. Ну, расскажи. В частную клинику мы записались. Есть, кстати, по совету этого врача из государственной. Так как они были между собой знакомы. И она подсказала, что это специалист из всех специалистов по многоплодным беременностям. И у нее очень большой опыт. Она ввела тройняшек. У нее очень много было тройняшек. То есть беременности с тройняшками. Ну, в общем, мы обратились туда и записались туда на очередное УЗИ. И я параллельно ходила в две клиники. В частную и в государственную. Значит, я очень долго приходила в себя после новости о том, что у меня тройня. Какой-то период я там думала о том, как же мне совладать с тремя детьми. У меня две руки, две груди. И как их всех накормить. И тут еще одна новость о четверне. Я просто вот... Ну, ошеломление. Да, это как еще одно ведро холодной воды на голову. Это был еще один шок. И мне очень было тяжело сложить все мысли в голове. Это была радость, но это было и сразу свое здоровье. Я не представляла, как я в 38 лет выношу четверых детей. Это сложная беременность. Я начала много читать литературы. Подписалась на разных себе подобных женщин, которые выносили этих детей. Ну, в общем, как-то начала немножко укладывать это все в своей голове. Параллельно я работала. Я как раз буквально пару месяцев открыла свой салон. Мы вели активный образ жизни. Мы работали, мы путешествовали, ездили в разные города. Мы встречались с друзьями. Они у нас живут по всей Польше, так как мы в Польше находимся. Мы в городе Вроцлав. Чувствовала я себя, в принципе, прекрасно. Единственный момент. Мне всегда хотелось есть. Всегда. Я поела, через 5 минут я холодная. И живот рос просто на глазах. У нас геометрическая прогрессия. Просто. Вот каждое утро я просыпалась, он у меня больше, больше, больше. У меня в 3 месяца живот был такой, как у людей в 5 месяцев. Ну и так далее. Он рос очень быстро. По ходу того, как я наблюдалась у докторов, возникали какие-то новые трудности. Сдавая анализы, выявилось, что у меня гистационный диабет. Это диабет, который возникает при каких-то патологических беременностях. Мне сначала прописали диету. Эта диета была, конечно же, исключением глюкозы, сахара. В общем, всякие конфеты, сладкие фрукты. Было табу на это всё. И следили еженедельно. Лишь же там через 2 недели я делала анализы крови. Ну и выяснилось, что одной диеты не хватает. Мне прописали инсулин. И каждый вечер мне приходилось колоть дозу инсулина. И каждую неделю мне приходилось повышать эту дозу, потому что сахар продолжал расти. Ну и смотрите, да, такая ситуация, когда женщины меня поймут. Когда ты беременна, и тебе хочется чего-то вкусного, тебе хочется мокрого асфальта понюхать. Клубники какой-то с салом. Шпалу. Шпалу, да, рельсу. Ну, всякое бывает. Мне хотелось очень сладкого. Мне хотелось очень острого. Сладкое, конечно же, было табу. Иногда могла кусочек какой-то конфетки под ежучок. Пошли, как-то расскажу историю. Пошли в суши-ресторан. Ну, естественно, нельзя есть беременным сырую рыбу. И Маринка говорит, я хочу рамен. Ну, суп. Я хочу острый, острый. Я такой хочу острый. Самый-самый острый рамен. Я говорю, Зай, ты уверена в этом? Она говорит, да, хочу рамен. И все, вперед. Я же мать. Я заказываю. Говорю, давайте один средней остроты. Мне, а жене, самый острый. Ну, и приносят нам этот рамен. Она его нюхает, смотрит на него, а он черный просто. Ну, он там специи, я не знаю сколько. И она его пробует, говорит, я его есть не буду. Говорит, я твой забираю. Я говорю, класс. Супер. Ну, это не самое плохое, что могло, в принципе, случиться. Но мне было очень обидно то, что я не могла кушать то, что мне хотелось. Я кушала какие-то каши, творожки. И очень... Она должна была постоянно себя сдерживать. Да, очень сдерживала себя. В итоге была голодная всегда. Мне хотелось, хотелось чего-то вкусного. Ну, а вы знаете, какая диета у диабетиков. Она невкусная. Потому что все повышает сахар. И, Леша, наверное, ты помнишь, да, зайка, когда я кушаю что-то и плачу. Просто плачу. Да, да, да. Марин, я возвращаюсь, помню, с работы. Мы с ней разговариваем. Ну, это перемена настроений вечная. И я захожу домой. Она ест перловку или что-то еще. Овсянку. Без ничего. Плачет. Слезы тарелку капает. Сколько же можно, типа, я хочу есть нормально, это перлубнуть, это овсянка, не хочу ее есть. Я говорю, зайчик, ну потерпи чуть-чуть, скоро мы встретимся с нашими детками, будешь уже кушать, все будет хорошо. Вот. И уже подходит, ну, как бы у нас идет подготовка к тому, что мы будем уже рожать наших деточек. И в один момент мы едем в Варшаву. И нам же нужно принимать решение, какие мы выберем имена. Ну, мы не будем вам рассказывать про имена девочек, да, мы, потому что мы выбирали четыре имени девочек. Мы не знаем, кто у нас. Четыре имени мальчика. Так как вы знаете, мы ехали в Варшаву, да, мы ехали навстречу, и мы выбрали вот нашим уже ребятам имена Адам, Аллан, Кай и Нуа. Все спрашивают, как мы их выбрали, эти имена. А мы ехали, у нас было время, мы ехали три с половиной часа от нашего города до Варшавы, и мы так, ну, почему бы не воспользоваться этим временем. Пока Леша рулил, вел машину, я открыла в гугле имена мальчиков, имена девочек, и вот мы таким методом исключения. То есть я называла имя, я прописала интернациональные имена для мальчиков, интернациональные имена для девочек, и мы вот так вот, я называла имя, он говорит да или нет, я говорила да или нет, если мы, у нас совпадало, так сказать, наше мнение, и мы сходились на каком-то имени мы его я его записывала себе в заметке таким образом у нас был такой список имен таки так мы и выбрали имена но еще хотела рассказать то что по мере того как рос животик шел срок мне нужно было еще поехать в украину я понимала что если я рожу детей я не смогу уже никуда вырваться мой старший сын если вы знаете у меня от первого брака есть сын илюша ему почти 20 лет на тот момент ему было 17 16 17 это да ну в общем нам нужно было поехать кое-какие документы сделать в украине и я понимал что это последний шанс мы планировали поездку всей семьей купили билеты купили три билета на самолет и буквально за неделю до того как мы должны были вылетать украину пришла очень неприятная новость ну да как бы неприятная новость заключалась в том что там у меня проводили проверку службы до службы как службы называются траж граничная пограничная службы до вот пограничная службы проводили проверку на фирме и я как директор тоже меня проверяли и взяли документы и из-за того что здесь очень сильно долго делаются документы на легализацию и все остальное уже не буду в это углубляться у меня не было одного документа я не мог вести да я не мог вести деятельность и мне ставят депортацию я на тот момент рассказал на тот момент мы еще знали что у нас будет трое детей как бы и я говорю ребят но у меня трое детей я не могу оставить пожилой женой детей типа ну меня никто не слушал и пришлось обратиться пришлось обратиться к юристу я потом уже рассказал маринке о том что ну не сразу потому что я не хотел ее шокировать травмировать но пришлось рассказать тогда когда нам нужно было у нас были билеты на руках нужно было вылетать в украину я уже рассказал после того как приехал может это было не в этом городе они во вроцлаве это было в гданске вот и я приехал за и такая ситуация я с вами не лечу летите вы сами а если бы он вылетел он вылететь мог бы но он уже не вернули меня не могли депортировать как бы они могли меня запаковать и вернуть в украину по одной простой причине потому что был коронавирус и во время пандемии можно было не выезжать со стороны да тут мы очень быстро сориентировались наняли по этому вопросу юристов расскажи про умные мы получается с и душой собираемся лететь сами буквально на дней десять по моему или две недели мы вылетаем украину прилетаем повидаться со всеми своими родственниками друзьями сделать документы решить все вопросы и я принимаю решение сходить к гинекологу русскоговорящего к своему будем говорить да свою женскую консультацию в которой я в принципе всю жизнь проходила осмотры и думаю две головы хорошо а три еще лучше в любом случае может быть врач мой мне подскажет что-то чего я не знаю может быть ну в общем такое решение приняла но знаете я была очень огорчена этим визитом я записалась доктора кушер-гинеколог она же и узист я к этому доктору записалась эта женщина была не буду называть фамилию имя пришла я к ней на визит с новостью сразу же о том что я предупредила и перед тем как ложится в кресло вот такая новость у нас четверняшки и не поднимая головы человек просто писала делаем аборт меня очень удивило это то есть я такая нет мы не делаем аборт но это типа как бы рискованная беременность это очень опасно я говорю я понимаю но это мое решение ну тогда может быть можно избавиться от одного или двух плодов я опять говорю нет ну как бы это мое решение мы у меня даже мысли на секундочку не возникло у меня был страх переживания за то как это все будет но не на секунду не возникло мысли как-то вот принимать такие решения ужасные я как началась не разговаривать я поняла уже как бы мне не очень нравится это все думаю ладно сделай узи я пойду напиши мне что там напишешь я просто хочу послушать другого специалиста параллельно спрашиваю как раз у нее за цену причем это государственное учреждение она говорит 150 гривен это консультация и 200 гривен узи я ложусь на кушетку она мне делают узи делают узи и тут знаете вообще если мне здесь больше все рассказывали все озвучивали ножка столько-то сантиметров головка столько-то вот вижу одну вот вторую вот третью четвертую пятую шестую седьмую восьмую пока перечислят все я по полтора часа проходила в польше узи я ложилась и мне полтора часа выверяли как было точечно вообще просто четко они все это записывали у меня вот такие вот карточки были здесь же она молча делают зимние и ну я могу сказать дауна в нет я не знаю кому-то попадались такие врачи напишите в комментариях у кого были неприятные опыты я вообще немножечко так я был максимальном недоумении до речи просто пропал я уже лежу думаю боже мой надо бежать думаю вот вот почему почему мы не живем там еще раз как бы сама себе это подтвердила все узи закончилась она очень это быстро сделала я оделась вытерла гель села обратно в кресло она начала писать пишет 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 ну вот что ты принимаешь я перечислила что я принимаю я перечислила что у меня диабет что я колюсь инсулином она все это все неправильно это все не так вот надо взять вот это ну понятно сколько врачей столько мнений в общем она мне выписывает вот такую вот петицию это вот такие должны быть витамины те которые принимаешь не принимают в общем у нее свой был свое мнение и взгляд на это все и самое шокирующее что было я говорю хорошо я уже так открыла кошелек я понимаю визит 150 узи 200 гривен и того 350 я уже открыла кошелек думаю быстрее рассчитаюсь положу денежки и убегаю и я так держу уже так сумму отчитанную и она мне говорит сумму другую 950 гривен и такая я не поняла вы сказали типа визит 150 и начинаем голове считать она говорит ну у тебя же четыре плода ты же беременна четверняшками вот за каждый плод как за отдельное узи я я была в шоке в общем вы знаете я даже не я не смогла и ничего ответить я вышла я отдала и деньги вот так положила и убежала я подошла на регистратуру говорю вот этом кабинете где только что было обратите внимание ну просто человек занимается нелегальным обдирательством беременных женщин у меня не было просто настроение куда-то писать жаловаться как там я не знаю осадок был мега неприятный благо дело меня ждали впереди очень приятные встречи какие-то занимательные дела и я можно сказать отвлеклась и забыла но я все равно я как бы этот случай запомни надолго мы решили все вопросы повстречались со всеми родственниками вернулись в польшу что протекала беременность мы ходили на узи вроде бы все было хорошо у маринки животик рос очень 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 сильно нас встречали люди просто вот так по по дороге не было ни одного человека чтобы они обернулись просто все все вот так вот голову крутили я уже на последних так сказать месяцах я уже носила его так и брала пальцы в замок вот так вот под живот я просто передвигалась уже но еле-еле я несла его в руках мне было очень тяжело мне тянуло все абсолютно самое главное много кто спрашивает интересно всем же нет у меня растяжек у меня был очень большой живот очень большой причем детки появились на свет на 30 недели 30 недель и один день на этот срок у меня был просто автобус впереди вместо живота и при этом ни одной растяжке да и немаловажно и еще один момент все спрашивают это это не как вот вы можете по истории сами судить мы не использовали никаких стимулирующих не знаю лекарств препаратов никаких систем ничего мы не использовали ну и принципе мой старший сын тому доказательства как бы проблем родить забеременеть у нас не было я извини я хотел просто еще добавить что ну когда я уже там своим знакомым друзьям рассказывал о том что у нас будет четверня мне говорили это эко а я даже не знал что это такое я потом спрашиваю врезай мне говорят типа это эко эко я говорю что это такое и потом она мне рассказывает что это такое я ну я даже понятия не имел ну да откуда молодому мужчине если он никогда не слышал не сталкивался с этим откуда человек узнать что такое эко ну как бы мне пришлось объяснить ну у нас это не к у нас это такое вот чудо чудо которое нам подарила вселенная ну в общем шло время я как сказала я продолжала работать работала я наверное до июля а родили мы детей до до средины июля я работала я искала себе долго замену не могла найти замену не хотела оставлять клиентов стало конечно меньше работать но до последнего я ездила за рулем я отодвинула кресло на максимальное назад садилась ездила и продолжала работать я нашла слава богу девчонку которая подменила меня передала и всех своих клиентов ну и немножко освободилась и уже отдыхала за пару недель до того как как нужно было рожать как я родила может меня уже на на сохранение готовится к родам это где-то было там недели за три наверное я уже не могла дышать нормально на полную грудь дети были уже занимали все пространство в животике кушать мне уже не было куда мне было очень трудно мне я чувствовала свои почки как они болели я чувствовала свою печень поджелудочную все органы они просто мне давили абсолютно на все органы когда начинали шевелиться это была адская боль которую было трудно перенести и в общем ложат меня под капельницы круглые сутки просто в одну руку его вторую руку капают мне капельницы каждый день ко мне приходят врачи на осмотр каждый день не делают замеры и каждый день я задаю один и тот же вопрос когда рожать когда мы будем рожать и мой врач которая вела меня она говорила мариночка еще один денечек давай потерпи еще один денечек пятницу нам говорила давать понедельник еще посмотрим потому что нам очень важно было чтобы ты горит доносила 30 недель рожать после 30 недель меньше каких-то рисков для детей и для мамы и мы тянули каждый каждый денечек относились ко мне очень хорошо конечно же все в округе знали что у меня четверняшки даже эти девчонки которые просто лежали на сохранении беременные они вот так вот заглядывали ко мне в палату и пытались там познакомиться разговориться узнать правда ли это что я ношу четверняшек потому что за все время что существует эта больница ей уже больше семидесяти лет это первый случай был родов четверняшек поэтому ко мне относились как к хрустальной вазе все что нужно было все что необходимо было я получала я очень была удивлена опекой медицинской потому что наверное можно сказать сравнить это с каким-то дорогим отелем все что мне нужно было все я получала всегда у меня все было уже не пускали моего мужа пускали он приходил ко мне навещать приходили репортеры смотрели где каких я условиях и снимали репортаж ну и конечно же после родов об этом я немножко позже расскажу ну и в общем тянем мы этот срок 33 не 30 недель уже на носу это был по моему понедельник 30 недель и один день и вот у меня в пятницу говорят что давай понедельник я уже не могу я уже не спала лежала только встать мне было очень трудно куда-то выйти даже пойти в холодильник или к микроволновой печки что-то разогреть да я когда с маринкой общался по телефону по видеосвязи она говорила что лёш я уже не могу я уже не ну я уже я я уже не могу дышать я не могу есть и ничего не могу мне так тяжело поверьте марина настолько сильный человек что когда она мне говорила что она не может я понимал что там ну там уже все там очень критическое состояние то есть для нее любые трудности это всегда как бы они не трудности а тут прям я видел что ей реально очень 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 тяжело и поэтому я говорил и давай договаривайся чтобы мы уже рожали потому что ну ну я я не хочу чтоб с тобой что-то произошло ему было жалко меня он слышал как я мучилась я каждый день плакала от того что у меня все болело я так себя плохо чувствовала мне приносили кислородную маску потому что я просто даже не могла элементарно дышать самостоятельно дышать и получать необходимый кислород ну и наступает понедельник 20 сентября 2021 года мне сказали что рожать мы начнем в 12 часов дня к этому времени лёша был уже в больнице меня уже подготовили принесли мне все необходимые вещи сделали все анализы посмотрели меня ну и настал наш звездный час повезли меня в родовую лёша шел сзади его оставили в коридоре они не разрешили заходим сказали будешь в коридоре встречать детей это так как коронавирус вообще было запрещено присутствовать каким-то посторонним людям но его впустили и даже разрешили ему остаться он был за дверью родового зала меня возят на каталочки в родовой зал ребята и я в шоке стоит передо мной 20 человек как будто бы меня завезли в какой-то музей мне мне аплодируют достают телефоны меня фотографируют я так себя плохо чувствую думаю боже ребята давайте быстрее начнем и давайте уже познакомимся с нашими малышами значит ложат меня на родильный стол и пытаются сделать мне спинальную анестезию это такой прокол межпозвоночник межпозвонки но из-за того что я очень была отечественной протекшая после большого количества капельниц и конечно у меня был большой живот я не смогла даже сделать скручивание чтобы стало видно позвоночник мне ну раз десять наверное делали этот прокол пока попали полчаса они меня мучили я кричала это было очень больно потому что это по живому а я подумал что она рожает как бы сама думаю как она может кричать если там кисарят как бы это было плановое кесарево как бы должно было быть все с анестезией ну а да мне было больно я у меня слезы градом катились потому что мне прокалывали но в конце концов попали попали мне туда куда нужно я поняла что работает уже обезболивающе то есть это анестезия и я уже не чувствую от груди ниже ничего поставили мне ширму такую я была в сознании все эти вот люди я не знаю как говорится не знаю кто они я точно знаю что на каждого ребенка была бригада это были значит не анатологи 4 не анатолога 4 и никола хакушера 4 реаниматолога в общем всех по 4 то есть на каждого ребенка была бригада собранная врачей и хотела вот уточнить что это было еще время отпусков но связи с нашей ситуации сложной никого ни одного врача не отпустили в отпуск в этот день родов были все врачи которые вообще в этой больнице работают даже те которые были на выходных все были планово вызваны и присутствовали все абсолютно ну и меня немножко смущало количество людей в зале но на тот момент конечно я понимала что мне нужно думать только о том как как бы родить быстрее чтобы дети были здоровы чтобы я со мной все было хорошо и мы начали рожать в общем шуму поставили сделали разрез и начали доставать деток по очереди там я не знаю с разницей где-то может быть там полминутки может 15 секунд я как бы не засекала я не слышала криков всех детей слышала только крик одного ребенка я не знаю не помню какого по очереди по моему это был 2 мне кажется это был алан и его в принципе мимо меня проносили и даже дали возможность прикоснуться к лобику к головочке я вот так чмокнула и его унесли их доставали и уносили в реанимацию реанимацию в инкубаторы и как раз проносили мимо лёши то есть он всех детей видела я видела момент только одного мимолетом я встал и смотрю их по одному одного повезли я люблю куда вы типа не ритмой в реанимацию отвозим детей я не знаю куда мне деться за детьми бежать тут с мариной остаться но я остался и смотрел как одного за другим выносили за их их даже понимаете их даже не дали маринки на грудь положить потому что они были в очень критическом состоянии и там каждая секунда просто играла в них и против них как бы поэтому да тут надо было все 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 очень быстро они конечно молодцы большие эти ребята которые принимали роды которые участвовали в этом всем потому что видел ну видно был профессионализм они они действовали очень очень быстро сплоченно и ну все было супер правда детей унесли проводились там какие-то еще операция по меня зашивали и заканчивали я не чувствовала никакой боли чувства в сознании все было хорошо с тобой тогда сидел уже после после того как детишек унесли в реанимацию и поместили в инкубаторы сказали что все живы все более или менее в нормальном состоянии то есть нужно конечно им еще побыть какое-то время в инкубаторах а меня перевезли послеродовую такую залу это палата и разрешили лёша побыть какое-то время со мной полтора часа просидел с меня начали жидкость выходить начало жидкость уходить тоже я была очень отечная меняли только эти пакеты я не знаю сколько литров сошло литров 5 так точно и начало повышаться очень критически давление резко просто мы сидели сидели смотрели на показатели и просто эти показатели все было нормально нормально потом просто бабах у нее давление там до 220 мы сразу позвали доктора они там они очень быстро реагируют они какую-то там что они сделали не ну какой-то ли какое-то лекарство в кололе маринке даже не давали пить воду дали такие маленькие ампулы с физраствором я и капал на губы для того чтобы ехать чуть-чуть она говорит вы ли не все быстро это хочу быть так хотела у них разрез и из-за этого и нельзя пить жидкость я и дал этот физраствор попить и потом приходит врач говорит папа пошлите смотреть на деток вот я пошел за врачом для меня это было мега волнительно я даже сейчас когда рассказываю у меня это все внутри переворачивается вот они лежали они лежали под масочками трубочками слава богу они были живы и под по хорошим надзором конечно это было трудно смотреть они были очень крошечные они были прозрачные у них просвещалась кожа видно были каждые сосуды но это это лёша мне рассказывал я их не видела еще они были такие красные красные потому что все было внутри видно полностью все лежали до под трубочками лежали полностью они были одни в этой палате над каждым было два человека которые все там проверяли смотрели сатурацию убиение сердца все 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 показатели они рассматривали там столько аппаратуры было и просто невозможно передать и ну и после этого как бы я вернулся к марине рассказывал все я плакала мы поплакали вместе да поплакали ну и в общем попросили лёшу уехать уйти покинуть помещение потому что это так было виде исключения его визит а меня перевезли уже в мою постоянную палату и сказали чтобы я ложилась лишь не шевелилась пока пока жидкость не сойдет с меня и сказали готовиться к визиту к деткам вечером пойдем знакомиться я я этого момента ждала просто я не могла на месте усидеть я у меня наркоз отходил и постепенно я начинала чувствовать свое тело где-то к десяти вечера приехала за мной медсестра акушерка взяли тележку пересадили меня и повезли другое крыло вот именно в интенсивную терапию в инкубатор и знакомиться с детишками я была конечно это это первое впечатление я не знала к кому идти я встала я набралась собрала все все свои силы встала с коляске подходила по очереди каждому инкубатору заглядывала туда отправиться еще что-то нельзя было не трогать не ничего сказали сразу телефон нельзя использовать снимать нельзя ну мы нашли выход я очень по-тихому снимала и тут я услышала впервые писки не скажу что это плач но но начал начал плакать как птенчик это даже не скажешь что это плач это какой-то писк такой они такие маленькие были ну размером с лёшину ладошку на дачу чуть чуть больше не были вот такие вот ручки и вот такие вот ножки по по толщине они все были такие маленькие везде у них были вот эти вот катетеры не был пара чеки вам перс нулевка он просто им было так вот этот памперс нулевка она такой вот такой вот памперс он был так вот им потому что скажешь с каким весом родились потому да да значит родились они в такой последовательность 1 родился у нас адам он родился с весом 1310 вторым родился у нас алан он имел вес 1550 третий у нас родился кай он был 1380 и ноа родился последним и самым маленьким 1270 они у нас были еще без имени ну я имею ввиду нас были имена но мы не знали как кого будет звать и девочки которые в этой интенсивной терапии они спрашивали как же мы их назовем а я говорю я сейчас на них на всех посмотрю и вам скажу и вот я подходила каждому боксу и я понимала кто есть кто я точно знала что первый как кто появился на свет это адам это связано с моим сном который мне приснился мне приснился сон что я родила четверняшек и я назвала первого ребенка адам вот я так приняла решение что адам это у нас перед первых четверняшек ну и подходя каждому боксу я понимала кто есть кто я не знаю это интуитивно это наверно какие-то материнские чувства и девочки тут же записывали имена и клеили на бокс потому что они были просто пронумерованы римскими цифрами 1 2 3 4 и были был написан вес и им девчонки такие сердечки наклейки они у нас тоже есть мы сохранили их понаклеивали на эти боксы уже с именами очень классное отношение было я не знаю девчонки работали они очень шустро если только падала сатурация тут же а падала сатурация у нас бесконечно тут же они реагировали тут же предпринимали какие-то действия и я была очень очень довольна тем что наши дети появились в такой больнице с такой опекой и при этом при всем многие спрашивают сколько нам обошлись роды и все вот эти вот послеродовые периоды проведенные в инкубаторах ребята отвечают мы не потратим ни копейки это все государственная наша страховка мы работающие люди которые платят налоги поэтому нам обошлись роды ровно в ноль и с такой опекой как на высшем уровне как будто бы мы были в самой лучшей частной клинике ну я вернулась палату я с ними познакомилась я поплакала я поплакала и порыдала на каждого посмотрела я вот так вот по кругу раз прошлась очень медленно мне было очень тяжело у меня обвисала кожа живота она еще была еще жидкость не ушла это все такое было было похоже что я еще осталась беременна вроде как-то впервые всех оттуда достали нету там еще одного ну в общем и пошла в палату лежала ежедневно приходила у меня прибывать начала молоко детки не кушали у них были зонты в желудок капельницы у них еще не работали эти желудочки у них не было еще уложена кишечный тракт вот это вот система вся поэтому они получали такие вот капельницы которые их поддерживали ну в общем все все как положено но они не кушали молоко прибывало я сцеживалась и относила туда в случае того если вдруг она понадобится там есть такой донорский холодильник и я туда его ложила подписывала и оставляла и какой-то день мне сказали что они дали ровно по одному миллилитру ввели через зонт каждому малышу я помню этот тоже момент я ехал это тоже с командировки возвращался мне марина звонит и говорит что лёша у меня для тебя новость адам съел один миллилитр молока я был просто счастлив потому что у них из желудков только доставали какую-то зеленую жидкость а у них какая-то там была не не усваиваемость в желудке что-то типа такого и у них какая-то жидкость там вырабатывалась ее только выкачивали а потом ему дали один миллилитр молочка и я был просто да они попробовали моего молока но это было не немного и недолго третий или четвертый день я не помню точно не могу сказать я узнаю от неонатолога алана что у него случился инсульт кровоизлияние в мозг и как выяснилось уже потом знаете пока не столкнешься не знаешь я уже потом прочитала что это часто случается у недоношенных деток потому что они очень слабенькие и он этот инсульт был второй степени я конечно же с вопросами чем это нам обернется как как он будет будет он нормальным будет он все ли будет хорошо ну сказали что сделали все что нужно и нужно надеяться на лучшее что после таких случаев бывают ребенок абсолютно абсолютно нормальный это очень часто а бывают какие-то моменты видео знаете как дислексия или какая-то вот там более запоздала реакция на какие-то моменты ну то есть какой-то каких-то таких явных трудностей не должно быть и тем более стали тенденция рассасывание этого излияния очень хорошая я конечно я билась в истерике я прибежала в палату я не могла успокоиться вот это были труд вот это вот это были очень тяжелые времена когда у них падала сатурация когда мы узнали что у алана инсульт и еще ко всему у них была ретинопатия не знаю кто то может знать то нет такая такое заболевание разрушение сетчатки глаза она возникает от того что подача в инкубатор и кислорода она такая она скапливается вот этот кислород скапливается и идет разрушение сетчатки то есть как бы одно лечат но к сожалению друг на другое негативно это влияет поэтому они следили за это ретинопатии ретинопатия была абсолютно у всех алану пришлось хуже потому что у него получилось так что это ретинопатия она остановилась все агрессивнее и все больше поражала сетчатку и было принято решение делать лазерную операцию удаление пораженной сетчатки глаза и опять-таки возникают вопросы как же он будет видеть сделали ему операцию на один глаз на правый глазик это на зрение не влияет это влияет только на обзор обзор да то есть то есть человека нормального который видит у него 180 то у него на один вас будет ну немножечко немножечко меньше то есть у него не будет такого периферийного зрения как там у всех людей ну и слава богу а у всех остальных у ребят у а у адама но икая это ретинопатия просто начала угасать сама по себе и не нанесла такого вреда но мы были еще потом после того как нас выписали мы еще были на на контроле ну в общем я за 8 дней пока вот это вот все происходило у нас эти вот сложности я посидела я когда приехала домой я просто поняла что у меня вот здесь впереди все волосы седые я каждый день приходила к малышам каждый день я заходила к врачам-неанатологам и общалась у каждого свой был врач я с каждым общалась спрашивала что как как сегодня ночь как как они чувствуют себя и мне просто воды с каждым по 10-15 минут врачом разговаривала и не просто такой полный отчет давали как и что и и конечно же навещала по несколько раз в день сколько мне давали возможности сидела там по полтора часа по два часа и когда я видела какие вот эти вот все мониторы они все пищат где-то какой-то звук вдруг становился другим какой-то сигнал и я просто понимала что это либо сатурация падает либо что-то еще когда падала сатурация это просто было для меня шоком я видела как ребенок просто вырубался он как будто бы терял сознание это часто все чаще всего случалось у но и у алана они были из четверых самые такие слабенькие и просто приходили медработники тут же сразу реагировали они открывали инкубатор и просто вот так вот его щупали дергали вот так вот трясли чтобы он начинал дышать и он раз и начинал дышать а я сердце у меня устанавливалось сердце на этот момент просто день мне было очень сложно посмотреть правда ну в общем я привыкла к этому я понимала что один раз второй пятый десятый вот так вот случалось это на моих глазах и я понимала что все будет хорошо все будет хорошо и мы выйдем все все будем здоровы и все будет хорошо я вот только с этими мыслями жила но я очень переживала очень ну наступил восьмой день пребывание в больнице детки так потихонечку уже там адаму маску кислородную снимали у него образовалась от маски от этой вот здесь прямо ранка и вот так по очереди тоже выписалась да 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 я как раз то есть меня выписали на восьмой день и отправили домой я не хотела я не хотела уезжать я хотела быть поближе к деткам ну сказали что я могу приезжать и пробыть с ними хоть целый день мне позволяли каждый быть с ними по пять часов я не знаю сколько километров намотала я каждый день ездила к ним с утра я приезжала и вечером я уезжала но я не была с ними целый день получается я была до обеда в обед меня просили выйти на часа полтора может быть было даже на два потому что им полностью все системы меняли каждый день все подключения вот эти вот все катетеры капельницы все эти системы менялись их переодевали в чистое меняли им в боксах постельное там такое и меня снова пускали и так на протяжении 7 недель они пролежали в инкубаторе каждый день я приезжала с какими-то новостями домой чаще всего это были хорошие новости ну да это были вот какие-то просатурации я все рассказывала ему не очень было тяжело и вот я делилась с лёшек каждый каждый моментом мы просто лежали плакали молились за то чтобы все было хорошо и все время перед сном себе повторяли что все будет отлично мы все будем дома мы будем жить счастливо одной большой дружной семьей и перед сном я всегда повторяла одну и ту же фразу как будто бы говорила обращалась к деткам говорила храни вас небо и земля чтобы все было хорошо ну слава богу сейчас просто нас вспоминается так знаете ничего мы в это все пережили то памяти останется с нами навсегда это очень такие времена тяжелые были для нас самое главное что они сейчас такие красавцы да в общем я ездила каждую неделю и бой к каждый день к ним ездила в больницу на протяжении всего это времени каждый раз я спрашивала как как они себя чувствуют и потихонечку отключали то одну капельницу то вторую то что то а еще один момент укая было и у них каждый день давали вот эти вот анализы много крови брали и рука я была не да как это на русском мало мало крови и вот не до крови стоишь мало крови и ему пришлось вливать кровь донорскую ну и в общем ездили мы ездили я ездила к малышам и я видела тенденцию как они уже немножечко глазки открывали маски снимали им на какое-то время настал тот момент когда мне предложили положить малыша первое я брала на руки это адам он был на самый сильный из всех четверых он такой парень стойкий ну наверное из за того что у него была одна плацента и он там жил один и питался от нее один близнецы жили в одной плаценте втроем и питались соответственно мне было питание меньше общее у нее было общее питание да поэтому вот так вот они немножко были слабее и по очереди общем я сначала а дома взяла потом к я взяла потом но взяла а алану было все так знаете он такой лежал ну очень очень такой неподвижный неактивный и ему продолжала падать сатурация в общем он был самым слабым наверное я бы сказала и в один прекрасный момент просто мне врач говорит наверное нужно его приводить в чувство потому что нельзя так долго лежать в инкубаторе под искусственными этими всеми масками говорит нужно делать стероидотерапию ну и вы знаете сделали ему эту терапию и он тут же на глазах расцвел ребенок открыл глаза и мы сняли кислородную маску под маской образовался такой рубец большой носик надо на переносице он сейчас я думаю он и сейчас и всегда его будет видно таким образом можно его отличить от других близнецов вот здесь вот у него шрам там прямо была такая рано прям дырочка прям дырочка туда в переносицы я очень переживала что там возможно уже передавилась даже косточка ну все все слава богу общем все пришли в чувства и настал самый самый счастливый момент когда мы узнали что нас выписывают перед этим мне сообщили что нужно положить меня еще на две недели в больницу для того чтобы я их снова забирать к себе в палату чтобы они привыкли ко мне я привыкла к ним уходу за детками ну и вы знаете эти две недели я не спала я просто я я их забирала то по одному сначала пробовала одного забрать на ночь потом твоих забирала ночь потом троих и в один прекрасный момент я просто тяну две тележки сначала завожу мне девочка была в палате ритак ты смотри я побежала еще за партией своих я везу вторую партию она меня но не все знали тогда у меня просто девчонки выходят с родовых с послеродовых вот этих вот налог палат да и они такие с одним ребенком ходят а я тут четыре тележки везу до заглядывались на меня конечно все спрашивали все были удивлены я сама была удивлена я я не могла поверить своему счастью что у меня я когда завозила всех своих четверых в палату просто уже не было места куда ставить другим детей я оставляла их четверых на ночь и у меня еще спрашивали доктора я справлюсь я говорю это же мои дети мне нужно будет как-то с ними справляться мне у меня нет выхода я я должна с этим справиться я не спала оставляла их четверых на ночь это было очень сложно потому что процесс каждых три часа их нужно было переодеть накормить успокоить уложить их четверо а я одна и я по очереди это делала это занимало часа два и я ложилась минут на 10-15 они там начинали плакать я уже просыпалась снова начинала тот же самый процесс поэтому иногда я оставляла у себя в палате двоих иногда одного и в общем я помню постоянно марина звонит говорит лёша готовься готовься потому что тяжело тяжело будет очень я я я думал что я готов я думал что готовься к такому я не думал что ну ко всему привыкаю конечно конечно я специально его настраивала на то что будет тяжело говорю будет максимально тяжело готовься психологически что мы ночью спать не будем готовься к тому что будет очень много забот суеты и криков то к чему ты не привык так как у меня уже есть опыт с сынами я понимала что такое один ребенок и что такое видела уже четыре поэтому готовила морально и психологически в общем настает тот момент тут нам через пару дней должны нас уже выписать наста этот момент лёша активно готовится встречать нас я немножечко хочу отступить от темы и рассказать про отношения я говорю всегда что все было хорошо были очень хороших хорошая опека но есть одно но я не я не хотела об этом рассказывать но я думаю расскажу потому что я думаю многие иностранцы которые в других странах живут за границей где-то иногда сталкиваются с такими ситуациями это исключение из правил потому что все все якобы хорошо но я повстречала 1 медработника которая работала в инкубаторе у нас с малышами она женщина возрастная ей наверное за 50 может быть нет наверно даже за 60 ребят вот так вот то есть она такая женщина в возрасте очень неприятная особо причем неприятная не только ко мне да вот там были девочки то что в интенсивную терапию подвозили другие дети они там лежали девчонки приходили навещать своих деток и она грубила она грубиянка такая была она всем как-то отвечала некрасиво это были местные а я была из украины и она всегда меня чем-то уколоть хотела по типу там что ты там берешь так ребенка во что в украине так учили или что-то вот так вот я я я не я себя как бы ловила на том что я не буду молчать почему ты не имеешь права со мной так говорить я говорю а разве говорю вас учили так общаться с с вашими как пациентами да то есть я тоже я отвечала очень интеллиентно но ей это не нравилось и в общем она все время вот на меня какой-то зуб точила при том она ко всем так относилась плохо ко мне особо плохо мне не очень нравилось то что она там работает но я ничего этого ничего сделать не могла поэтому не полюбила я ее она меня это сразу она наверное никого там не любила и в чем был наш конфликт за пару дней до выписки я уже была в больнице я приходила детей забирала то двоих то троих и вот ее смена и как назло еще она осталась дежурить на ночь я привожу двоих тоже они целый день четвером со мной были я сегодня на ночь оставлю двоих в интенсивной терапии а двоих оставлю у себя хочу немножко поспать я когда увидела что ее смена я у меня еще на секунду мысль какая-то мелькнула в голове думаю боже мой не хотелось бы чтобы ты оставалась с моими детьми на единиц его ночь утром я просыпаюсь мне нужно было завести малышей капель не на капельницы на какие-то процедуры им там что-то капали какие-то лекарства там в ротик капали что-то еще в общем осма осматривали врачи и мне нужно было завести двоих туда в интенсивной терапии утром проснулась привожу малышей до им там делают процедуры и я забираю всех четверых словах палату я забираю и начинаю раздевать их переодевать менять подгузники я раздеваю алана и смотрю у него на ножки огромная ссадина синяк просто вот отпечаток вот так вот пальцем как будто бы вот как будто бы вот так кто-то за ножку схватил крепко-крепко прижал я не знаю что нам очень сильно и вот вот прям синие такие волосы прям видно было у меня есть фотография где-то в телефоне я тут же я я была в шоке я сделала фотографию я взяла ребенка я даже не успела одеть я схватила эту эту коляску прошел такой на колесиках ты как она мне не мне сначала марина скинула фотографии я смотрю на фотографии я не могу понять что это я звоню говорю marine стоит она говорит это у алана я варю это как она варит это его ты типа кто-то схватил у меня просто налились кровью глаза я сразу же звоню своему юристу я говорю говорю пан артур говорю я сейчас просто ну что делать я просто сейчас пойду там всех ну не знаю что я с ними там сделал горит спокойно сейчас будем решать этот вопрос вот и мы написали письмо но это мы потом написано да да я хотела рассказать что я прибежала с аланом в интенсивную терапию я поняла что я поняла то что кто это мог сделать она уже передала смену ее уже не было я подняла всех на уши и кричала там я позвала всех врачей главных и главных замов заведующих сбежались все просто я говорю вызывайте вот эту вот женщину которую нельзя назвать женщины немедленно просто сюда я ее в тюрьму посажу она будет у меня сидеть и что я была в таком я в ярости была я я подниму юристов я я накажу и она здесь работать не будет я в этот же день написала в есть такой в при больнице есть такой юридический как кабинет называется защита прав пациента женщине прав пациент я тут же написала жалобу на этого человека и сделала все необходимые фотографии я сказала что если местное начальство не отреагирует тогда я пойду в полицию но там не полиция там даже прокуратура там пишется куда прокуратуру и тогда уже там просто всех я понимала что это она сделала как знаете наверное на зло может быть она вообще принципе ведет себя так со всеми детьми потому что в интенсивной терапии нет камер там можно делать все что угодно женщина уже в возрасте может она проработал всю жизнь в этой сфере с детками может она уже знаете досыта наелась своей работы ей пора на пенсию она там еще сидит потому что хочется денег зарабатывать и она просто не любит людей и там кричащих детей хотя эти дети а он практически звука не издавал он был самый спокойный из всех и самые самые славые ему просто припала на его судьбу кровоизлияние операция лазерная на глазике и это и вот это вот женщина я не знаю мне хочется просто выразить это все по-другому это 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 там раз ну в общем мне хотелось ее вот придушить своими руками я написала в общем эту жалобу сказала что я не оставлю это так и это дело затянулась у нас где-то на полгода ну это мы вернемся к нему значит нас выписывают выписывают всех малышей я хотела бы чтоб лёша рассказал как он готовился к нашей выписке да я очень сильно подготавливался к моменту выписки я я вымыл полностью всю квартиру я поперемывал поперетаскивал все шкафы под шкафами везде все вымывал чтобы не было никакой пылинки потому что деточки это же дезинфекцию полностью провел постирал да постирал все вещи шапочки их нет эти маленькие которые мы покупали с нами связывалась фундация фонд который хотел нам помочь ну каким-то образом нам помочь мы сказали что было бы неплохо они спросили что вам нужно да мы сказали ну мы еще не купили кровати они нам заказали как раз кровати матрасы кровати и постельное белье подушечки все они привезли нам привезли нам кровати я собрал на данном на начальном этапе только две кровати потому что суммы их просто положили поперем они маленькие то были именно мне было смысла их полностью заставлять кровати на первом этапе вот они же неподвижные расскажи как ты искал бегу маленькие вещи они были очень да я ездил по магазинам искал самые самые маленькие вещи для для деточек потому что ну самый маленький размер да а нам надо был сороковый какой-то до ирак 8 днем со днем не сыщешь поэтому я ездил в магазина включал телефон маринке показывал аври нравится не нравится это это не то ездил вашан там в пепка в разные магазины для того чтобы найти конкретно те вещи которые нам нужны я когда еще был в бизнес-клубе у нас такое бизнес-сообщество у меня тоже там ребята все знали что у нас будет четверня они предложили свою помощь я говорю ну можете нам подарить колясочки двухместные то есть 2 2 2 по 2 да просто не было четверной 1 1 четверно не было и поэтому от района было да и мы заказали 2 по 2 нам подарили коляски коляски конечно очень дорогие и для нас это была очень хорошая помощь фундация презентовала надо дайте кроватки наши друзья знакомые презентовали нам коляски 2 это было очень очень круто да здорово и вот я как раз уже к этому моменту был готов в день выписки я приехал с этими самыми с креслами для поездок в машине и опять же эти наши друзья с бизнес-сообщества сказали что вы будете выезжать с родовой только красиво да с роддома только красиво и на широкую ногу за нами приехал лимузин хаммер вот такой огромный огромный лимузин блин широкий большой вот и нас роддома забирали на этом лимузине друзья приехали друзья приехали все приехали кто мог бы на начальном этапе нас поздравить цветов шариков было круто вот такие вот букеты лёша мне подарил большой большой букет цветы стояли еще целых две недели наверно вот здесь цветов было целая комната да вот как бы вот такая вот у нас получилась как бы и 100 журналисты как нас атаковали мы упустили этот маленький момент я не успела атака журналистами не успела родить как на второй третий день со мной начали связываться айси тиви один плюс один польское телевидение приехала но не одно два телевидения приезжала польских журналисты связывались просто по телефону из газет журналов и понимаете тут мне не да не не до них было но они просто не могли не оставляли меня в покое пока я там каждому что-то не скажу так интересно еще приехала польское телевидение и главврач пришел и сказал типа ну марин ты немножко там расчешись у меня еще даже на больничном одеянии еще даже после операции это второй день был у меня еще просачивалась кровь у меня кровь была на на больничной пижаме зато меня повезли у них специальная палата была для съемок ребята там стояла джакузи это люкс номер стояла джакузи не во всех отелях такое есть не все не во всех отелях да и вот меня повезли в эту показательную палату усадили меня там и в общем я давала интервью о том как я родила и все остальное не было так плохо это был второй день после того как меня как не сделали кесарева у меня еще были эти проблемы со швом плохо заживала набиралась жидкость очень такое вот мне как раз только оставалось вот интервью давать но тем не менее как-то они как-то я вот им рассказывала все это и и конечно же на на выписку мы пригласили уже своих видеографов у нас есть клипы с выписки и самое самое конечно счастливо счастливый момент самый это тот момент когда вот мы занесли детей домой то есть все самое плохое и сложное осталось позади и знаете как выдохнули вот мы уже дома все все плохое позади они живы мы приехали все всем составом домой всей командой нашей это просто такие вот маленькие комочки лёша аккуратненько раздевай все вникает папа включайся максимально если вы хотите как бы услышать историю о там первым первых полгода жизни потому что есть что рассказать очень много интересного обязательно оставьте ваш комментарий хотите ли вы услышать эту историю или в принципе вообще оставьте комментарий что бы вы хотели услышать от нас узнать про нас и мы обязательно снимем для вас видео пока ставьте лайки подписывайтесь иãня пришла вовремя